Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Хочу представить вам канал интересной исследовательницы Инны Агафоновой. Канал на ютубе называется «Странница». Ссылка будет дана в описании. Инна занимается расшифровкой текстов на римских плитах и сделала открытие, которое подтверждает катастрофу и глиняные потоки сверху, под которыми погибло очень много людей, которые затопили города и погребли под своими массами многие тысячи людей. Открытие состоит в том, что Инна перевела на русский язык надпись на плите «Якобы гробницы», «Якобы сцепиона», «Какого-то консула». А на деле оказалось, это предсмертная надпись людей, погибающих под лавиной глиняной массы, заваливающей их жилища и норы, как они написали. Это очень похоже на записки, которые были в Брестской крепости. Там «Умираю, но не сдаюсь». Вот это вот подобные вещи. Я не буду пересказывать весь сюжет. Я рекомендую вам посмотреть эти видео. Это очень интересно, а главное – аргументированно. Я скажу суть в том, что захватчики, а мы уже со многими исследователями обсуждали то, что они прикалывались, когда сочиняли для нас историю. Вот они захватили мир, и полностью никто им уже не мог противодействовать. Они остались одни на планете, самые главные. По всей видимости, кто мог сопротивляться, им были уже уничтожены, погибли. Они стали сочинять для нас историю. Они глумились и гоготали, когда сочиняли одну нелепицу за другой. И мы, народы, всё это проглатывали. Целые эпохи, поколения. А что ещё важно, что это учёные, мучёные, профессора, академики трудились, не покладая чего над вот этой вот историей. Вот сколько людей, сколько средств вложено вот в этих историков, которые создавали для нас вот эту лживую, фальшивую историю, поддерживали её. Никто даже не усомнился, кроме вот буквально единиц, которых-то и в памяти не осталось. Их убрали из памяти. Людей, которые могли о чём-то догадываться, которые пытались поднять свой голос за правду. Но да каждому своё. Каждый делает свой уникальный выбор и несёт свою уникальную ответственность за всё, что с ним происходит. А я возвращаюсь к работам Инны Агафоновой. «Опеевы дороги», «Рим», гробница сцепионов. И вот плита и официальная трактовка типа перевода текста с латыни. Читаем. «Саркофаг», «Луция», «Корнелиус», «Сцепиона», «Барбату». Сразу скажу, независимо от работы Инны, меня цепануло слово «сцепиона». Вот «сцепион». Однако речь не об этом. Саркофаг вывезен в Ватикан в 1782 году по официальной дате с самой разгар присутствия захватчиков. Они в разгуле на планете и выстраивают уничтоженную Европу под себя. То есть они в этот момент пишут свои родословные, сочиняют, подгоняют, создают фальшивки всевозможные, которые продолжаются. Всё это продолжается дальше. В XIX веке, особенно во второй половине XIX века. Сегодня очень много фальшивок возникает новых, откуда ни возьмись. На едва различимых каракулях уверяют, что это эпитафия уважаемому человеку. Вот нацарапано там что-то на плите. И перевод с латыни звучит так, официальный. Сама надпись вот таким образом звучит. НОНСИ ОЙНО ПЛОЙ РИВМЕ КОСИНИТЕ ОНТЕ РИВМЕ ДВУ НОРА ОПТУМО КВИСЕ ВИРА ЛЕВСИОМ СЦИПИ ОНА КИЛИОСИ ВОРВАТИ КАНСОЛИ СЕНЬ СОРЯ ОИДИЛИ СИНИЦ КВЕТИА НИСИСЕ ПИЦОР СИКАИ ОЛЕРИЯ УВЕИ ВИР ВЕДИ ДЕТИТЕМ ПЕСТАТЕ ВУСЕ АИДИ МЕРЕТА ОНИ ТАКИМ ОБРАЗАМ ПЕРЕВЕЛИ ЛУЦИЙ КОРНЕЛИУС СЦИПИОН СЫН ЛУЦИЯ ИДИЛ КОНСУЛ ЦЕНЗОР Большинство римлян согласны с тем, что Луций СЦИПИОН был лучшим из достойных людей. Сын Барбатуса, он был вашим консулом, цензором, идилом. Он захватил Корсику и город Алерия и заслуженно построил храм Бурь. Ну, прям песня, а не эпитафия. Да так и сказано туристам, что написано в форме стиха. Ага, консул, значится, цензор и сын Барбатуса. Теперь еще и Барбатусу надо биографию писать. Ну, напишут, бумага все стерпит. Итак, Инна создала свою систему дешифровки, основанную на работах Орешкина. Вернее, отталкивайся от них. И перевод этот очень убедителен. Я прочту, но вы сами посмотрите полностью работу, там все очень подробно. Итак, перевод Инны. Вот здесь, получается, у нас два текста, потому что речь идет о катакомбах, в которых эти люди прятались. Текст первый. Вот плита саркофага, там был как бы найден саркофаг. Как его назвали, была вмонтирована в стену родового дворца Барберини, которые считались черной знатью в 1870 году. Почему-то опять вот эта вторая половина XIX века фигурирует. Текст с плиты саркофага звучит таким образом. Это уже перевод Инны. Нынче, ой, на носы роем. Ксением вон тем роем. Две норы от тупо скончались. Водоворотом ливня скованы. Они умирают. Вырвана консоль. С потолка сыплется. А уйти вниз это конец принесет. Под сор прыгаем, сигаем. Или мечемся. Водоворот видя. Или узнав о нем. Детей понянчив. И попрощавшись, идем. Ну вот все понятно. Люди описывают катастрофу. Жуткую катастрофу. Они погибают. Что-то какое-то там. Конец света наступает. Что-то валится с этого вверху. И вниз нельзя уйти. Потому что все погибнут. В этих катакомбах найдены останки 750 тысяч человек. И речь идет о том, как после катастрофы, потопа, захвата создавался искусственный язык. Замена звуков. Об этом фильме говорит Инна. Я просто вот делаю обзор такой. Сироты, новое население, которым вложена информация как надо. Вот нужная. Вот как надо уже воспринимать. Об этом сказала Инна. Об этом говорила я в своем видео. Я нашла тебя, дед, когда побывала на Невском пятачке. У меня такая же мысль возникла. Там погибло, по некоторым данным, более 400 тысяч молодых ребят, мужчин. Многие из которых не оставили вообще потомства. Сколько сирот осталось вот у этих, у отцов, молодых погибших. Вот им и будет вложена новая история. И знать они не будут, что было при их родителях и предках. Это когда полностью погибают родители. И когда новая власть наступает. И если остаются сироты, то все, кирдык. Народ полностью переформатирует. И он знать не будет своих предков и свой настоящий язык. Победитель диктует свою историю. Насаживает свое управление выжившим, побежденным. Главное воспитать детей врага, говорят захватчики. И немного по роду Барберини, который вот вмонтировал эту плиту, как именно триумф. Возможно, они знали, что там за текст находится, но специально написали вот эту вот ерунду про консула, чтобы не разобраться. Плюс там еще заменили слова. Об этом Инна говорит в своих фильмах. Итак, род Барберини относит в 1870 году к черной знати. Если учесть, что буквы В и Б имели одно звучание, часто их путали. Допустим, волгари стали булгари или булгары. Василевск, Базилевск, Ваал, Баал и так далее. То кличка Барберини может происходить от Варберини или Вар, или Ворберини, Варвар. А НИ – это приставка итальянская. Вар-бери, Вор-бери, или от слова Вар-вар. И еще на гербе этих Барберини – пчелки, три пчелы, как у Наполеона на мантии. Тот же ключи ватиканские, тот же ракушки, которые ротшильдовские, папаха, яйцо. Все это одна компания со своими символами. Итак, ссылка на видеостраницы с расшифровкой этрусских надписей в описании под видео. Еще посмотрим гербы Барберини и скульптуры, украшающие дворцы. Вот как это может украшать? Лики. Оказывается, вот оно что это. Лики какие-то. Вот мне встретился сайт. Гербы Барберини называется. И там на английском языке написано, что какая-то Джулия. Вот беру перевод с этого английского по гербам и вам зачитываю. Цитата. «Я предпочитаю следующую историю». Автор этого сайта пишет. «Молодая женщина Джулия Барберини племянница папы Урбана VIII. Папа очень любил ее и беспокоился о ее тяжелой беременности. Урбан VIII и Бербини были в очень дружеских отношениях. И Бербини, ну это вот эти самые, Барберини, почему-то перевод дает Бербини. Барберини представлял трудолюбивую доставку Джулии. Трудолюбивую доставку, ну, наверное, какую-то безупречную доставку вот этой беременной Джулии. Вот почему волосы молодой женщины взъерошиваются, а на лице появляется растущая боль. Лица берутся, начиная с герба на углу Се, а затем перемещаются по часовой стрелке, чтобы закончить угол НЕ. Последнее лицо показывает маленького ангела. Доставка Джулии закончилась хорошо. То есть Джулия, наверное, разродилась. Вот таким образом они трактуют вот эти страшные скульптуры. Лица Джулии типа взъерошенные. Но такие же типа взъерошенные волосы или сжатую голову между двумя волнами или какими-то техническими, механическими, сжимающими спиралями мы видели на Причистинской улице, на Мертвом переулке. Тоже Джулия какая-то, видимо. Доставили ее туда. Итак, на картинке лицо полное ужаса и в заключении дикая голова какого-то ангелочка или карлика, наверное, из захватчиков, по моей версии. Ну и еще немного геральдики вот этих барберини в черной аристократии. Чудовища, страшные головы на их замках. Видя, какие скульптуры выбирали для себя, можно сказать, и о самих хозяевах. Определенно типаж извращенцев, убийц, жуть одна какая-то. Это вот люди окружают себя, они зеркалят, они выбирают образы, которые свойственны им самим, чем они сами являются. И вот глядя на эти скульптуры, можно сказать, кто жил в это время, кто ставил эти скульптуры, что это были за люди. Это, не дай бог, с ними встретятся где-нибудь в темном переулке. Фонтан, пожалуйста, в виде ракушки. Это Ротшильды, пчелки, у Наполеона вода, струи, символы потопа. Ну еще немножечко слова катакомбы. Разберем. Ката. Язык, мертвый язык. Кат, палач. Брагаус и Эфрон. Энциклопедия Брагауса и Эфрона, 2012 год. Кат, палач. Народный, главным образом, южно-русское и западное название палача, сближаемое со словом каторга, называемое и катавшиною. Часто встречается в пословицах, например, кто не слушался отца матери, тот послушается ката. Не на каждого вора по кату держать. И другие. А комбы. Часть слова катакомбы, комбы. Переводится как борьба. Ну тогда получается, борьба со смертью, катакомбы означают. Первоначально катакомбами назывались подземные погребальные галереи, усыпальницы по церкви у святого Себастьяна в Риме. Само происхождение слова катакомбы спорно и точно не установлено, но известно, что впервые оно стало употребляться в связи с этим местом погребения. Вот место погребения. И в этих страшных катакомбах тоже погибло очень много людей. И наверху оказались символы захватчиков, тех, кто, в общем-то, победил, тех, кто устроил вот это все побоище, вот это вот колоссальные смерти, катастрофу для людей. Немного о Нотр-Дам-де-Пари, который, по всей видимости, подожгли. Похоже, это на поджог. И фильм был, Евгений Макаров смотрел, что да, действительно, там виден какой-то луч зеленый. Ну, сейчас поджигают, и в Калифорнию поджигали, и в Греции поджигали лазерным лучом. Но дело суть не в этом. Эти вот все переживания по поводу Нотр-Дам-де-Пари, вот он сгорел, там древний собор. Во-первых, большой вопрос по поводу этой древности. Он перестраивался. Шпиль был сделан в XIX веке. Как и, собственно говоря, вот я хочу сказать именно о скульптурной группе, о этих чудищах, которые на этом Нотр-Дам-де-Пари находятся. Это вообще как бы нормальный разум может вот это создать? Вот этим можно восхищаться и говорить при этом, что-нибудь дебилы, те, кто никак не переживают из-за горячего здания. Конечно, переживают из-за горячего здания, но вообще это нормально вот такие скульптуры ставить на храмовом комплексе, который как бы религиозен. Для меня, например, неудивительно, что все это поставлено в XIX веке, потому что это как раз захватническая символика, вот извращенная, только извращенные мозги могут создавать такие скульптуры в городе без любви, вот эти страшные чудища. И то, что сам Париж находится на катакомбах, в которых 6 миллионов мертвых людей, съеденных в вываренной кости, сложенной аккуратненько, находятся на мертвом городе, это никого не трогает? Это нормально? Что вообще с миром происходит? Куда смотрят? О чем переживают люди? Просто диву даешься. Мне бы хотелось помянуть вот тех погибших, которых съели по всей видимости, потому что кости именно выварены вот в этих французских катакомбах, настоящих коренных жителей этого города, тех, которые его, собственно говоря, строили. Но, естественно, вряд ли они строили вот этих страшных чудищ, горгун каких-то. Вообще в Европе этого очень много, вот этого извращенного, извращенных скульптур. В принципе, это клиника, это психиатрия. Психиатры на приемах дают задание нарисовать каких-нибудь чудищ. И вот люди, у которых есть проблемы, они начинают вот это все рисовать из своего подсознания. Вот художник, который это все создавал, ненормальный однозначно. Это психиатрия, клиника. И если это все появляется на городских соборах, на ратушах, на соборах управления по всей Европе, это говорит о многом. Там просто сходят с ума. Это ненормальное что-то происходит. Если это тем более еще воспринимается как должное, ну, нация больна. Больше нечего сказать здесь. Благодарю за внимание. Вместе мы раскопаем катакомбы, лжи, официальные истории, истории захватчиков. С вами была Галина Конышева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok